Здравствуйте! В эфире программа «Город. Новости по-выборски». С вами Людмила Перминова. Смотрите в этом выпуске. В школах оживление. Сегодня ученики с 5 по 11 класс вернулись за парты. Ситуация под контролем. Выборги обсудили мероприятия, проводимые в целях недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней. Показали удаль богатырскую. Выборгские силачи успешно выступили на соревнованиях в северной столице. В МИД России отметили вклад Ленинградской области в развитие региональной дипломатии. Об этом на традиционной конференции по случаю дня дипломатического работника, который будет отмечаться 10 февраля, сообщил представитель Министерства в Петербурге Владимир Запивалов. Он подчеркнул, что санкции негативно сказались на международных отношениях, в том числе в культурной сфере. Поэтому укрепление 47-м регионом связей с Финляндией становится особенно актуальным. Недавно у губернатора Дрозденко состоялась встреча с председателем финских компаний, которые работают на территории России, где Фин сказал о том, что из 25 организаций, которые работают на российском рынке, всего одна организация ушла с российского рынка, а три пришли на смену. Владимир Запивалов также рассказал, что в Северной столице наметилась тенденция на увеличение количества дипломатических миссий. Заявки на открытие почетных консульств подали Мексика и Ямайка. Ведутся переговоры о создании Генерального консульства Таджикистана. 275 миллионов рублей достиг долг за газ жителей Северной столицы Иленобласти перед ЗАО «Газпромежрегионгаз» Санкт-Петербург. Компания направила порядка 2000 предупреждений абонентам о предстоящем отключении от газоснабжения. Если должники их проигнорируют, специалисты будут вынуждены отрезать абонентов от голубого топлива. Чтобы восстановить подачу газа потребителю, придется оплатить не только долг, но и стоимость работ по отключению и подключению к системе газоснабжения. Выборгские студенты и школьники сегодня вернулись с внеплановых недельных каникул. Правда, пока не все. Образовательный процесс у учеников начального звена возобновится 16 февраля. Таково было решение руководства районного комитета образования, основанного на постановлении главного санитарного врача Ленобласти и рекомендации регионального комитета образования. Причина – всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Я считаю, что это было целесообразно, потому что дети начинали заболевать, а здоровье – самое важное в жизни. Поэтому дополнительные каникулы и были организованы. Если в этот период нам удалось сохранить здоровье хотя бы одного ребенка, это очень хорошо. Конечно, нужно было сделать, потому что у нас очень много человек в классе болело, и был велик риск заразиться. Во время каникул школьники без дела не сидели. Большинство получили от учителей домашние задания. Кроме того, многие укрепили свое здоровье и набрались сил. Потерян учебный процесс – это нужно восполнить программу, поэтому учителя нам дали материал, который мы должны были пройти. Ну, этим, конечно, занимался я, прошел его. Ну и получилось позаниматься тем, на что времени не хватало во время рабочих недель. То есть смотреть фильмы, почитать книги, ну и отдохнуть, конечно, набраться сил перед новым рывком. У нас десятый класс, все-таки уже скоро экзамены, поэтому каждый день, который выбивается из процесса – это потеря огромная. Как сообщили нам в областном комитете общего и профессионального образования, в связи с вынужденным перерывом, переноса или отмены плановых каникул не произойдет. При этом школьники успеют освоить все, что положено по программе, без дополнительных занятий. Тот объем знаний, которые дети должны получить за этот учебный год, они обязательно получат. Мы ни на какие нарушения, естественно, не пойдем, и весь образовательный процесс будет проходить в соответствии с календарным учебным графиком. Мы еще с педагогическим советом будем решать, как, каким образом материал отработаем. На знаниях детей это не должно отразиться. Напомним, воспитанники детских садов и ученики начального звена вернутся с каникул 16 февраля. Выборские выпускники определились с выбором экзаменов, которые будут задавать во время единой государственной тестации. Регистрация на ЕГЭ закончилась 1 февраля. На пункты сдачи экзаменов в этом году придут 491 классников и более 100 выпускников прошлых лет. О том, экзамены по каким дисциплинам они намерены сдавать, нам рассказали в районном комитете образования. Аналогично, как и в прошлом году, самый востребованный предмет – общество знания. Более 60% зарегистрировавших на ЕГЭ выбрали данный предмет. Также в этом году очень востребованы история, физика и английский язык. Причем английский язык выбирали как в устной, так и в письменной форме. Выбор общества знания означает, что поступая в ВУЗы, молодые люди выбирают для себя в будущем профессии социально-экономического, социально-информационного и гуманитарного направления. Специалисты Комитета образования отмечают также, что резко возросло количество желающих сдавать экзамены среди нынешних учащихся средних профессиональных учебных заведений. По итогам регистрации на ЕГЭ в настоящее время ведется работа по подготовке к открытию пунктов проведения экзаменов. Также, как в прошлом году, у нас будет 5 пунктов, 3 из них на базе города Выборга, также город Светогорск и поселок Первомайское. Напомним, обязательными к сдаче по-прежнему являются русский язык и математика. Математику можно выбрать по базовому или профильному уровню. В феврале на пунктах проведения пройдет репетиционный экзамен по русскому языку в полном объеме. Сочинения выборские выпускники уже написали. Зачет и, соответственно, допуск к ЕГЭ получили все. Нет африканской чуме свиней. Эпизоотическую ситуацию в Выборгском районе. Проблемные вопросы и мероприятия, проводимые ответственными службами по предупреждению возникновения и распространения вируса АЧС, обсудили на комиссии при администрации муниципального образования. В настоящее время обстановка в хозяйствах и в дикой природе района благополучная, но вирус не дремлет, поэтому ежедневно надо быть на чеку. Тему продолжит Наталья Березовская. В Выборгском районе ведется жесткий контроль эпизоотической ситуации. В целях недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней ответственными организациями проводится ряд профилактических мероприятий. Так, в 2015 году прошли два заседания противоэпизоотической комиссии и командно-штабные учения по недопущению возникновения очагов африканской чумы свиней. За весенне-летний период состоялось 65 рейдов в личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, имеющие поголовье свиней. Об этом собравшимся на первое в нынешнем году совещание противоэпизоотической комиссии рассказала начальник отдела аграрной политики Надежда Литвиненко. Она также подчеркнула, что африканская чума свиней не опасна для человека, но страшна тяжелыми экономическими последствиями. Когда вокруг все можно сделать такое, что закроют и поставку продукции с наших предприятий, могут закрыть, и особенно свиноводческие хозяйства, они просто потеряют свое поголовье и будет нанесен большой экономический ущерб. И в общем задача того, чтобы этого, конечно, не допустить. Наш район активно принял участие в программе перепрофилирования личных подсобных крестьянско-фермерских хозяйств на другие виды производства мяса и также содержания животных. Перепрофилировали мы семь хозяйств в наших разных поселениях и 289 свиней было сдано в рамках программы. О том, как работает программа и насколько она эффективна, проинформировал исполняющий обязанности начальника станции по борьбе с болезнями животных Александр Русских. Он еще раз настоятельно рекомендовал врачам четко отслеживать перемещение животных в наш регион. В режиме карантина по африканско-чуме свиней среди домашних животных находятся три очага. Один в Московской области выявлен в декабре 2015 года, один в городе Пензе, один на территории Республики Крым. В дикой фауне на 1 февраля 2016 года в режиме карантина остается шесть инфицированных африканско-чумой свиней объектов. Четыре в Саратовской области и по одному в Московской и Псковской областях. Три очага африканско-чумы свиней в Калужской области также выявлены в 2015 году. Выявлен один неблаговолочный пункт по брацеллезу животных в лично-подсобных хозяйствах Краснодарского края. Александр Русских также тезисно ознакомил собравшихся с содержанием письма, направленного в областное управление ветеринарии за подписью вице-губернатора 47-го региона, председателя комитета по ОПК и рыбопромышленному комплексу Сергея Ихнюка. В документе рекомендованы дополнительные меры по защите территории Ленинградской области от заноса африканской чумы свиней. О мероприятиях, проводимых в целях профилактики АЧС в дикой фауне, доложил ведущий специалист Выборгского отделения Леноболохоты Константин Васильев. А заместитель начальника станции по борьбе с болезнями животных Ольга Украинец рассказала о мониторинговых исследованиях, проводимых персоналом учреждения. На этот год у нас запланировано 270 мониторинговых исследований, в том числе 90 исследований – это патматериал от кабанов и 180 исследований – сыворотки крови от домашних свиней. В прошлом году за год у нас было происследовано на африканскую чуму свиней 665 проб материала, в том числе 158 от дикой фауны. Ольга Украинец акцентировала внимание коллег на том, что в Ленинградской области был случай обнаружения генома вируса АЧС в дагестанском сале на рынке в Сертылова. В связи с этим врач озвучила информацию об особых условиях реализации этого вида мясной продукции на предстоящей весенней ярмарке. Допускаться будет к реализации сала только по согласованию, только вакуумная упаковка, только с маркировкой, потому что все остальное, к сожалению, с нашими кусками на прилавках не пройдет. Обезличенное сало и термически необработанная продукция допускаться в реализацию просто не будет. Сыровяленые колбасы, что у нас, сало соленое, вяленая колбаса, наверное, все это. Что касается суточных цыплят, на которых уже ведется запись, ими торговать еще можно. В завершении совещания Ольга Украинец, обращаясь к представителям администрации поселений, попросила увеличить количество рейдов по подсобным хозяйствам и местам рыночной торговли. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Убийство женщины расследуют сотрудники Выборгского следственного отдела. Тело 42-летней местной жительницы с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 8 февраля в деревянном сарае на одной из улиц города. Установлено, что смерть наступила примерно три недели назад. Убийцу ищут. Также накануне в городе Приморске было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Сотрудники Выборгского следственного отдела, проводящие по данному факту проверку, считают, что, скорее всего, он совершил самоубийство, находясь в своей квартире. Это подтверждают записи, которые погибший делал в личном дневнике. Судя по всему, пребывая в состоянии депрессии, он злоупотреблял спиртными напитками и выстрелил себе в голову из пистолета. Выборгскими таможенниками предотвращена попытка незаконного ввоза в Россию и на Марке. На Мабрусничной из Финляндии прибыл автомобиль «Протон» под управлением жителя Карелии. Таможенники выяснили, что идентификационный номер, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства и год выпуска машины не соответствует фактическим номеру и году. Установленная на автомобиле радиаторная решетка с логотипом «Протон», который прикручен к ней саморезами, не подходит по размерам технологическому отверстию, предназначенному для радиаторной решетки. Также на автомобиле были обнаружены затертые надписи «Вольво». Житель Карелии сообщил, что приобрел автомобиль пару недель тому назад и никаких действий по изменению ВИН-номеров он не производил, а узнал о них только при досмотре. По данному факту возбуждено административное дело «Иномарка изъята». Помочь в расследовании обстоятельств ДТП, в результате которого пострадали женщины с ребенком, выборжцев призывают сотрудники местного отдела ГИБДД. Напомним, авария произошла 4 февраля около 7 часов вечера напротив дома номер 28 по Ленинградскому шоссе. Автомобиль «Мазда» совершил наезд на пешеходов, шедших по тротуару. Состояние женщины с ребенком остается тяжелым. Очевидцев происшествия просят звонить по телефонам, номера которых сейчас на экране, или обращаться в кабинет номер 8 Выборгского отдела ГИБДД на улице Шестакова, 28. Инспекторы отдела надзорной деятельности Выборгского района лучшие в Ленинградской области по итогам 2015 года. На этот результат повлияло снижение количества возгораний. В течение прошлого года в районе было зарегистрировано 342 пожара, на 66 меньше в сравнении с 2014. Количество погибших снизилось на 19%, травмированных на 44%. Большое внимание уделялось профилактической работе. В образовательных и социальных учреждениях инспекторы проводили инструктажи и тренировки по эвакуации. В сельских поселениях встречи с жителями и подворовые обходы. Жителям Выборгского района, состоящим на учете по улучшению жилищных условий, необходимо пройти ежегодную перерегистрацию в срок до 31 марта. Для этого следует представить справку формы 9 в отдел координации жилищных программ районной администрации в часы приема, во вторник с 9 до 13 или в четверг с 14 до 18 часов. Работникам бюджетной сферы дополнительно необходимо представить справку с места работы. В случае необходимости специалисты отдела координации жилищных программ могут запросить иные документы, подтверждающие право граждан, состоять на учете по улучшению жилищных условий. Телефон для справок 2-58-50. Полмиллиарда рублей получит Ленинградская область на развитие растениеводства. Министерство сельского хозяйства распределило между субъектами средства, предназначенные для инвестиционных кредитов в этой сфере. Деньги пойдут на возмещение процентной ставки по займам, а также на развитие инфраструктуры и логистики на рынке растениеводческой продукции. 47-й регион вошел в десятку областей, которые получат наиболее крупные суммы. Официальный курс валют на 10 февраля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 88 рублей 4 копейки, доллар 78 рублей 68 копеек. Выборжцы успешно выступили на открытом Кубке Санкт-Петербурга по силовым видам спорта. Наш город на турнире представили 6 спортсменов, и все поднимались на подиум в своих категориях. Подробнее в следующем сюжете. Выборгские силачи в очередной раз прославили наш город на спортивной арене. Все 6 спортсменов, выступавшие в открытом Кубке Санкт-Петербурга по силовым видам спорта, завоевали золотые медали. Каждый в своей весовой категории поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета. Наши земляки выступали в народном жиме. Дисциплина пришлась по душе многим, хотя в этом силовом виде соревнования начали проводиться относительно недавно. В отличие от разового жима максимального, тут нужно поднять свой вес максимальное количество раз. Поэтому здесь важна не только мощь, сила разовая, но и также силовая выносливость, функциональная работоспособность всего организма. Успехи продемонстрировал Максим Ящанов. В северной столице он побил собственный рекорд. Это несмотря на то, что выступать ему пришлось в более тяжелой весовой категории, нежели рассчитывал. Я, по слову моего тренера Игоря Евгеньевича Кушина, другого металла, кроме золота, не беру. Как бы это ни скромно не звучало, это было его наставление на моем первом европейском чемпионате в Миккеле. Он подошел и сказал, «И запомни, что ты, Макс, кроме золота ничего не бери». И у меня так получилось, что я смог выступить два раза на чемпионате мира, получил золото, два раза на чемпионате Европы, но не считая таких региональных соревнований и межрегиональных соревнований, которые у меня были. Золотые медали в своих категориях завоевали также Никита Кулик, Константин Уханов, Анастасия Швецова и тренер команды Игорь Кушин. Многократный чемпион мира и Европы, человек, завязывающий в узлы гвозди, отметил на спортивной площадке свой юбилей. Представляете, человеку 50 лет, а он в таком состоянии. От всей души, от всего коллектива хотим пожелать здоровья и дальнейших спортивных успехов. Ну и, конечно, семейного счастья. К сожалению, не смог участвовать в турнире Сергей Ашихмин. В августе прошлого года, выступая на Кубке мира, он получил серьезные травмы, но завоевал титул чемпиона. Сейчас спортсмен восстанавливается. Продолжает команда заниматься и благотворительной деятельностью. В прошлом году с Игорем Евгеньевичем и еще ряд товарищей ездили в Луганск, помогали ребятам там местным, вывозили сюда детский дом целый, организовывали их здесь отдых какой-то, реабилитацию, помогали там восстанавливать здание, которое пострадало там в результате военного конфликта. Сейчас у нас новое направление нашего центра реабилитации. Мы взяли людей с ограниченными возможностями, инвалидов детства, бесконечностей, без рук, без ног. Впервые это в России, даже в Европе этого нет. Есть в Америке похожая система парадайвинг. Сейчас их учим погружаться под воду с национальной дайв-лигой. То есть все это очень серьезно. Люди эти бесстрашные, настолько самоотверженные, глотают воду эту в бассейнах по 40 минут, чтобы надеть маску. У него рук нет, ног нет, но он это делает. Продолжаем также сейчас вот новая серия пойдет этих всех поездок по вот этим всем социальным учреждениям, детские дома, воинские части. Сейчас страна активно принимает участие в этой сирийской операции, контртеррористической, военнослужащих нужно поддерживать. Если все у нас получится грамотно, хотим 9 мая, наверное, с Игорем Евгеньевичем и еще ряд товарищей съездить именно в Сирию, поддержать наших военнослужащих. Команда выборских силачей готова принять в свои ряды юношей и девушек, желающих заниматься спортом. Здесь всегда можно найти единомышленников. Самое главное – это не победа в соревнованиях, самое главное – это победа над собой. Победить себя – это поучаствовать в соревнованиях. То есть, грубо говоря, если ты занимаешься каким-то видом спорта, приехать и что-то доказать себе самому. Не важно, сколько соперников будет, сколько ты поднимешь, как все это пройдет, просто поучаствовать, что-то доказать себя. Сейчас команда готовится принять участие во всероссийском мастерском турнире по силовым видам спорта «Северная столица». Он пройдет в Санкт-Петербурге в начале марта. Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Вуборжанка Алиса Самойленко представит Ленинградскую область в Кубке России по плаванию. Соревнования пройдут в марте в Обнинске. Это право воспитанница ДЮ США фаворит завоевала, успешно выступив на чемпионате и первенстве Северо-Запада. Соревнования, в которых приняли участие сильнейшие спортсмены из Архангельской, Вологодской, Калининградской и других областей, проходили в Сыктывкаре. Праздник зимнего спорта состоится на лыжной базе поселка Кировские дачи 13 февраля в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России». Эти состязания проводятся ежегодно на протяжении 33 лет. На старт традиционно выходят профессионалы, ветераны спорта, а также любители лыж любого возраста. Для каждой категории участников предусмотрены соответствующие дистанции. Лыжников и болельщиков приглашают 13 февраля в Кировские дачи. Старт намечен на полдень. На этом наш выпуск завершен. Увидеть его вновь, а также узнать еще больше новостей, можно на сайте выборг.тв и в группе выборг.тв в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи. В среду в Выборге облачно с прояснениями. Во второй половине дня будет идти дождь. Температура воздуха в нашем городе в дневное время плюс 3, плюс 4 градуса. Ночью без изменений. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. В Петербурге переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем плюс 3, плюс 4. Ночью на градус прохладнее. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. В Лапинранте облачные осадки в виде дождя. Днем плюс 1-2 градуса. Ночью характер погоды сохранится. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. В Хельсинки пасмурно дождь со снегом. Днем в столице Финляндии плюс 2, плюс 3 градуса. Ночью немного теплее. Плюс 3, плюс 4. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова